Дамы и господа, я рад поделиться с вами причиной, по которой самый великий памп для биткоина грядет И у него одна, единственная причина AMC будет принимать биткоины в качестве платежей за билеты в их кинотеатрах к концу Вау Они, скорее всего, будут продавать каждую монету при получении Это может быть проблемой, на самом деле Хорошо, забудьте Есть причина получше Walmart ищет крипто-специалиста Walmart? Просто говорю, я делал видео по крипто в моей свободной спальне уже несколько лет Из объявления не ясно, какие продукты будет запускать человек Ну, если это хоть как-то похоже на то, что сказал Amazon пару недель назад Amazon опровергает отчеты о том, что будет принимать биткоины в качестве платежей Это может быть проблемой, на самом деле Хорошо Итак, нет одной конкретной причины, по которой внезапно случится мегапамп биткоина Что, я надеюсь, всегда было очевидно Крипто выросло до индустрии в 2 триллиона долларов без какой-либо значительной помощи от какого-либо легального бизнеса Мы, по большей части, сделали все сами Но вот почему я думаю, нет Вот почему я знаю, что биткоин дальше будет расти еще активней Даже если он пойдет не вертикально наверх И причиной является шок предложения Позвольте продемонстрировать То, что мы здесь видим, это объем биткоинов Который был либо внесен, либо выведен из криптобирж Это немного рудиментарный способ предсказывать цену Но неоспоримо просвещающий Например, во время подъема с 20 тысяч в ноябре 2020 Аж до 60 тысяч Огромные объемы биткоинов выводились На что указывают длинные красные линии Они характеризуют это довольно точно Как активную аккумуляцию, да, и биткоиновый арбитраж грейскейла Я сделал целое видео об этом методе арбитража Это был действительно прекрасный способ пампить биткоин Но он больше не работает Так как нету больше премиума у арбитража Поскольку другие биткоины TF становятся доступными помимо грейскейла То есть сказать, что это хороший знак Это ничего не сказать Даже учитывая, что черная дыра ликвидности под названием грейскейл Была абсолютно аннулирована Аккумуляция биткоина достигла уровня, схожего с самыми высокими Которые когда-либо были Даже без помощи крупных институционалов Мы все равно смогли это сделать сами В последний раз, когда такое было Биткоин утроился в цене Итак, если вы умный Вы могли заметить проблему в моем анализе Можно суммировать вот так Просто потому, что он становится ограниченным сейчас Не значит, что тренд продолжится В то время как это технически правда Как вы должны знать, тренд ваш друг до самого конца Идти против него — это глупо Так что объем уверенности, который должен у вас появиться от этого анализа Прямо пропорционален тому, насколько силен тренд И он очень силен Потенциально в нескольких днях от появления легендарного золотого пересечения на графике Четыре зеленые недели подряд И будем надеяться, это будет пятый Майнеры держались за свои монеты вместо того, чтобы продавать с июля Сегодня биткоинов на 278 миллионов долларов было перемещено из Coinbase в холодное хранилище Недельный MACD вот-вот перевернется в бычью сторону И в конце концов, вне зависимости от того, что биткоин не так далеко от all-time high Общий объем позиций на фьючерсах биткоина довольно низок И это на самом деле самый важный фактор Что по сути означает низкий объем на фьючерсах Это то, что ралли, в котором мы сейчас Из-за спотового рынка А низа фьючерсного рынка Для простоты, рост невероятно естественный И с аналитической точки зрения, он практически не может быть мощнее Даже сильно оклеветанный криптобиль в США не так сильно навредил биткоину Наверное, потому что не так много людей там платят налоги из их крипто Не то чтобы я поощряю такие вещи, но мне это смешно И последнее Еще один фантастический способ визуализации всей мощи этого движения Вот это от Уильяма Клементо в Твиттере, который пытался показать нынешний шок предложения В сравнении с другими, которые были ранее Вот эта голубая линия показывает, как много биткоина вливается в биржи Ниже этой линии отрицательное значение, выше положительное Под всем этим несколько уровней RSI В апреле 2017-го шок предложения появился, а RSI упала на дно Весь эффект этого, тем не менее, не был ощутим, пока не появился спрос Разворот показывает, где спрос действительно вступает в игру Летом 2017-го биткоин вырастает в 4 раза То же самое происходит в 2018-м То же самое с сентября по ноябрь 2020-го Биткоин вырастает в 3 раза Это происходит вновь, прямо сейчас Только гораздо более агрессивно, чем мы видели в прошлом году Примерно так же агрессивно, как мы видели летом 2017-го Я не ожидал, что сравнение биткоина с летом 2017-го будет звучать хорошо Но оно звучит Теперь минутка предостережения Я снова наблюдаю такие тренды в Твиттере, как хэштег Dogecoin на 1 доллар Когда мемные монеты начинают соревноваться с лучшими И даже иногда обгонять их по приростам Это попросту включает таймер для всех нас Может 10 дней, может 30 Но это такой же мощный сигнал вершины, как и любой другой И я надеюсь, люди понимают, я не пытаюсь нагнать фада на держателей Dogecoin На самом деле, то, что я говорю, важно понимать и держателем Dogecoin тоже Я показываю объективные факты Последний раз, когда Doge пампился как сумасшедший, было в последние пару дней биткоина на 60 тысячах Не только Doge, альткоины в целом У нас были довольно мощные возвращения альткоинов недавно В основном Солана Ничего сумасшедшего пока Но это один индикатор вершины, за которым я пристально слежу в этот раз И на этом все Дайте знать, что вы думаете в комментариях Касательно личных переживаний Я очень счастлив выпустить это видео для вас Я попытался сделать его важным, максимально полезным Я в курсе, что видео выходит слишком медленно Я все еще пытаюсь понять, как выпускать для вас больше контента Скоро будет мим-ревью, так что не переключайтесь И спасибо, что посмотрели Если вы досмотрели до сюда, очень признателен Лайк, если вам понравилось, будет тему И увидимся в следующий раз Спасибо за просмотр Если вы хотите больше такого контента Подписывайтесь на CryptoCommons и всем профита